Здравствуйте, на очереди 72-й псалом Перек Айнбейт Первый пасук Это псалом Давида с просьбой о помощи его сына и наследнику Шломо То есть Лью Шломо, ради Шломо в данном случае Дай уразуметь, как вести суды истинные И дай ему помощь, циткадха, как сыну царя То есть прибавь к нему, к его заслугам и заслуги отца Давида Это общий смысл Буквально, значит, Боже, суды свои дай царю И справедливость свою, то есть помощь, циткадха в данном случае Помощь заслуженная и еще прибавленное что-то, значит, визихеседа дополнительно Тогда будет циткадха Значит, вот такую помощь свою сыну царя То есть в данном случае Мелех и Бен Мелех Это имеется в виду и то, и то относится к Шломо С одной стороны он Мелех И дай ему силу уразуметь суды Силу вести, значит, управлять, собственно говоря Делами государства и человеческими делами и судьбами И, с другой стороны, помощь ему как сыну царя То есть как сыну Давида Второй послуг Ядинам хави цедек Ве они ехави мишпат Досудит он от народ твой по справедливости И бедных твоих, бедных народа твоего По правосудно, можем так сказать То есть пусть он судит твой народ по справедливости Это общий принцип, принцип суда Чтобы справедливость, законы справедливости И общие соображения, связанные с этим И законы справедливости тары Чтобы они были соблюдены И дополнительно указано В они ехави мишпат Что здесь нового как бы добавлено Значит, в таре сказано Что нельзя лицеприятствовать бедному В суде только потому, что он бедный Значит, необходимо справедливость Желание справедливости Должно преодолевать естественную сердечную склонность человека Помочь тому, кто беден Поэтому, несмотря на то, что такое желание есть Тем не менее, мишпат То есть строгое рассмотрение всех нюансов дела И подведение итогов по справедливости Должно соблюдаться Другой вопрос, что царят себя Или там люди, располагающие такими средствами Могут чем-то помочь тому бедному человеку Но это должно быть не за счет справедливости суда Следующий пасук Здесь по простому смыслу По пшату Урожаи на горах и холмах То есть виноградники, оливка и плантации И так далее Пусть они несут благосостояние То есть урожаи, которые Особенно на возвышенных местах На горах, на холмах Рельеф Эреса Сраэль Это самые такие были урожайные места Собственно, большая часть территории Она такой характер носила Низины, всякие протоки, вады и так далее Это был исключительный такой случай Они специально не засевались Это было труднее Но это по пшату, по ремезу Слово Гарим относится к мудрецам Тары Носителям возвышенных знаний Гарим Значит, горы Гваот Благотворители, пекущиеся в общественных нуждах И организующие жизнь на основе обдуманной щедрости Вот, значит, такой принцип Гваот Горы, они совсем такие возвышенные А Гваот Тоже где-то на полпути к ним Так вот, значит, Гарим То есть мудрецы Тары Благодаря изучениям, своими молитвам Пусть они приносят мир народу А благотворители Пусть это делают за счет За такие Обдуманной щедрости За счет того, что они Используют свои возможности Во благо другим То есть это как бы продолжение Той идеи, которая высказалась Со вторым пасуком Те, кто могут помочь Они должны помогать Суд судом А помощь помощью И те, и другие вместе Принесут мир народу Главой которого будет Шломо А здесь, значит Участвует как бы намек на имя Шломо Шломо это его мир То есть его коды будет мир И вот этот Шлом Вима и Шломо Они, значит Созвучны друг другу Четвертый пасук Ишпот анией ам Йошия ливнеевьон Видаке ошек Значит здесь обычно Комментарии такие даются Ишпот анией ам Досудит он Бедных народа В данном случае, значит Нюанс в этом контексте Этой фразы такой, что Даже если Сколь бы малыми не были их дела У них, соответственно Совсем другие Приходы и расходы Сколь бы малыми не были их дела К ним нужно относиться Столь же внимательно Как к огромным Мощным оборотам Тех, кто Значит богатых людей Располагающих деньгами Йошия ливнеевьон И да будет он Даст спасение Сыновьям Неимущих Совсем бедных И подавит Злоупотребляющего Эксплуатирующего Можно сказать так Значит Йошия ливнеевьон Значит с одной стороны Значит он будет судить Внимательно судить Подходить ко всем делам Он или те, кто В общем будет следить за тем Чтобы эта система Была налажена в стране Чтобы внимательно подходили Ко всем делам Пропорционально Соответственно Нужным каждого Не пренебрегали Тем, что кажется мелочью Будет спасение Для тех Сыновей Тех, у кого Вообще ничего нет Неимущих Потому что Именно их Тяжелым Стесненным положением Чаще всего Пользуясь за те Кто Хитрым образом Хотят их Подчинить Своему влиянию И вроде бы На законном основании Обирать И вот это Такое действие Называется Ошек Лаашок Это Пользоваться Чем-то стесненным Положением И Эксплуатировать его И Ведаке Ошек И таким образом Значит он должен Так все организовать Чтобы не дать Возможность Поскольку там Очень часто Это на законном основании Вроде бы Добровольно Так все организовать Чтобы вот это вот Кажущаяся Фальшивая добровольность Чтобы она Исчезла Из страны Чтобы этого не было Пятый пасук Ирауха им шамыш Влифнеярех Дордорим Да будут они Да будут они Трепетать Перед тобой То есть испытывать Возвышенную Богобоязненность С утра С утра до вечера С утра Весь день Вставая по утру До самой поздней ночи Им шамыш То есть С восходом солнца Влифнеярех И Придлицом луны Придлицом Месяца луны Дордорим Навеки То есть так Постоять дело Чтобы это Передалось Следующим поколениям Шестой пасук Ерет кематар Альгез Кирвивим Зарзив Арыц Да не сходит Его наставление Ашломо говорится Как дождь На скошенную траву Как стремительные капли Ливня Стремительные струи Точнее Ливня На землю Сейчас подробнее Значит Ерет кематар Альгез И наставление Здесь имеется ввиду Поскольку Такие Такие метафоры Такие аллегории Встречаются в таре Уподобление Поучение Наставление Словам тары Дождю Каплям дождя Живительным Несущим влагу Значит Вот Ерет кематар Альгез Здесь Слово гез В данном случае Это Имеется Скошенная трава Лагоз Это что-то Скосить Сорвать Сострить Если есть что-то шерсти Чаще всего Гез Это Стриженная шерсть Гез Гез Геза Но В данном случае Это скошенная трава Это В самом этом слове Нет намека На то Что Что именно Это В данном случае Кематар Альгез То есть Как на скошенную траву Значит Аллегория Старые стебли Наставление Убирает А новым побегом Дает подпитку То есть Имеется в виду Следующее Что если Просто стоит трава И идет ливень То большую часть Ливня Заберет старая трава С мощными корнями Более такая мощная И Новые молодые побеги Получат мало Если она скошена То соответственно Получает Подпитку Именно молодые побеги Значит В данном случае Наставление Поучение Несет в себя Два элемента С одной стороны Критика Того Что было Отрицательного Того Чего нужно избавиться И это как бы Скашивает эту траву Старые побеги ГЭС С другой стороны Это Какие-то слова Знания Стимулирующие Развитие В положительном направлении Новые побеги И таким образом Получаются Две стороны Такого наставления Там уже Нужна быть критика И вместе с тем Должны быть Какие-то Позитивные элементы Какие-то Альтернативы Поддержка И Наставление Связанное С какими-то Альтернативными Правильными Альтернативными Поведения Слово Зарзив Значит Равивим Это Струи Равивим Струи А Зарзив Редкое Слово В литературном Языке Означающее Ливень Ливень Потоки Струи Значит Оно Есть аналогичный Корень В арамейском И В арабском Языке В иврите Корень Лизлов Это Птич А Лизров Это Соответственно Его фонетический Вариант Это Он Типичен Для Арамейского И По всей видимости Зарзив Попал Вот таким образом Как Некий Такой Раритет Или Старый Вариант Корни Или Как Арамеизм Трудно Сказать Это Значение Конечно Не имеет Седьмой Посуг И И Фраг Бэмав Цадик Веров Шалом Ад Блиярех Значит В его дни Да Расцветет Праведник То есть В его дни Царя Дни Царя Шломо Пусть Его дни Пусть будут Благоприятны Для Благодемствия Праведников Дни мира Дни Дни Гармонии Справедливости Веров Шалом Ад Блиярех Изобилие Мира И Благоденствия Такое Чтобы Небесные Влияния Шли Непосредственно Из Могущественнейших Мощнейших Источников Как Солнце Без Опосредования Промежуточными Планами Луной То есть Подробнее Значит Многочисленность Как бы Изобилие Мира Множество Мира Ров Шалом Ад Блиярех До такой Степени Чтобы Не нужно Было Луны Такая Идея Значит Здесь Понятно Символический Образ Влияния Идут От Солнца Символический Эзотерический Образ Каббалистический Если хотите Влияния Идут От Солнца И Дальше Как бы Их Воспринимает Луна В духовном Плане Это так Это не только Ночью Но и в принципе Вот так Она Распределяется И Луна Уже Все это Распределяет В нижнем мире Соответствующие Сферот Там такие Так вот Чтобы это Влияние В дни Шломо Было Настолько Сильным И Особенным Чтобы Это Влияние Шло Непосредственно От Солнца Чтобы Луна Как бы Она Была На Отдыхе Во время Царствования Шломо Вот такой Вот Аллегорический Образ Восьмой Пасук И пусть Он Значит Его Власть Распространяется От Море До Море И От Реки До Крайних Пределов Земли Значит Ерт Это Форма Будущего Времени Побудительная От слова От Глагола Лирдот Лирдот Это Править Ластвовать Лирдот Будущее Время Ирде Гуирде А Побудительная Ерт Мы встречались Переносится ударение На первый слог Отпадает Последнее Конечное Гласное В глаголах Ламид Гей И Часто Растягивается Переходит В э Вместо Ирде В ерт От Море До моря Имеется Веду Весь Запад От Средиземного Моря То есть Непосредственно Примыкающего К Эрис Исраэль Аяма Гадоль То что Называется Вот Эта Часть Средиземного Моря Восточная Его Часть И Вплоть До Западной Части До Атлантики То есть До Торшиша До Крайних Пределов Графагена Испании Всех Тех Местах И Дальше Выход Идет На Атлантику То есть Огромное Большое Море За Этим Морем Эта География Была Известна В те Времена И Это Собственно Говорит Стала Символикой От Моря До Моря Имеется Ввиду Весь Запад А От Реки До Крайних Пределов Земли Это Весь Восток То есть От Иордана И До Самого Конца Азии Девятый Пасук Лефанав Ихреу Ци Им Воевав Афар Йла Хеху Ци Им Это Всякого Рода Группы Отряды Ци Единственное Число Ци В современном Языке Это Флот 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 Ци То есть Группа Именно Судов А в Принципе В языке Классическом Любые Группы Группа Чего То Значит Это Может быть Воинские Подразделения Отряды Племена В данном Случае Как бы Племена Но с намеком На то Что Соответственно Они как-то Вооружены То есть Такие Активные Такие Подразделения Лефанав Ихреу Ци Им То есть Перед ним Станут на колени Кера Это Бедро Лехро Это Становиться На колени На бедра Ихреу Ци Им То есть Ему Подчиняться Поклоняться Подчиняться Народы Племена Острову Вот Левахех Десятый Десятый Пасук Малхэй Таршиш Ви Им Минха Яшиву Малхэ Шва Усва Эшкар Якриву Цари Таршиша И Островов Принесут Ему Приношение Цари Государства Назваем Шва Усва Ценные Дары Преподнесут Ему Таршиш Это Крайне Удаленная Такая Территория Средиземного Средиземного Морья То есть Скорее всего Это относится К Карфагену И причем У нее Таршиш Это корабли Дальнего плавания То есть Скорее всего Речь идет о Карфагене О финикийцах Которые Освоили Запад Средиземного Морья И значит Таршиш Скорее всего Напоминает Говорит О тех Территориях Испания Карфаген Вот зона Влияния Карфагена И островов Средиземноморских Соответственно Минхая Шиву То есть Комментаторы Говорят Что корабли Корабли Шломо Совместно Значит С Хирамом С финикийским Царем Хирамом Это были Самые Самые Светущие Мореплаватели Древнего Мира Самые Самые Конечно Не кругосветные Но во всяком случае Исключительно Дальние плавания Они производили И вот Значит От Финикии От Восточного Побережья Средиземного Моря И до Таршиша До Мест Карфагенских То есть Во всю Ширь Средиземного Моря Шли корабли Плавали корабли Шломо Вместе Значит Совместной Экспедиции Шломо И Хирама И возвращались Они оттуда И Нечетец Говорит Чтобы они Возвращались Оттуда С дарами Которые Будут присылать Цари Иноземных Государств Островов Поэтому Яшиву Вернут Будут Возвращать Привозить Назад Эти Подношения Шва Это По всей видимости Речь идет о Йемене Сва Это тоже Какое-то Государство Древнего мира Эшкар Эшкар Поднесут Ему Дар Эшкар Это Ценный Дар Это Слово Заимствовано Из Акадского Языка Вавилонского А оттуда Даже Из Шумерского То есть Такое Древнее Слово Эшкар И Соответственно Ивритского Корня У него нет Одиннадцатый Посок И поклоняться Ему Все цари Все народы Будут служить Ему Двенадцатый Посок Ибо Он Почему Это будет Происходить Речь идет Не только Не столько Скажем так О военной силе Сколько О моральном Авторитете Ибо Он Будет Спасать Неимущего Вопияющего То есть Возначающего Вопль свой Лешавея Шваа Это Вопля помощи Вопля спасения Ешуа Та же Самая Ячейка В И Бедного В Эйнозерло У которого Нет Помощника Нет Ему Помощи Тринадцатый Посок Яхоз Дос 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 Даль Это Синомим Слова Эвьон Убогий Неимущий Очень высокая Степень Неимущества Венавшот Эвьоним Их души Да Спасет То есть Он даст им Возможность Какого-то Сносного Человеческого Существования Четырнадцатый Посок Митох Митох Умехамас Иг Аль Нав Шам Ве Екар Дам Ам Дей Нав От Мошенничества И Скажем Несправедливости Сейчас Уточним Да Спасет Он Вызволит Спасет Их душу И пусть Их кровь Будет дорогой В его глазах Значит Слово Тох Как правило Мы знаем его В качестве Внутри Быть внутри Не тох Бе тох И так далее Тавых Это внутренняя часть И в смехуце Тох Ну а то же самое Значит Значение Имеет Это корень Тав Ваф Хав Но есть корень Тав Хав Хав И его значение Это всякого рода Значит Мошенничество Надувательство Жульничество Обычно оно пишется Без вава Просто значит Просто Холам Тав Холам И хав Но в данном случае Значит прописан Свалом По смыслу Понятно О чем идет речь Значит Метох От этого самого Мошенничества Хамас Это присвоение Чужого Всякого рода Всякого рода Грабежи Воровство Узурпация Все виды Все виды Присвоения Чужого Ликол Это вызволить Спасти Геула Мы знаем Якар Это будущее время Глагола От корня Кофреш Реш Чтобы он Не смотрел Нищие Они Или там Убогие Это не должно Иметь никакого Значения Для него То есть Сделав Человеческой Личности Они В той сумме Материальных Богатств Которые За ней Числятся И да Будет он Жить И даст Ему Значит Шломой Имеется В этом В данном Случа От золота Шва Привозимого Из Значит Страны Шва И И да Будет Нищий Облагодетельствованный Им Молиться За него Все время Весь день Будет Благословлять Его То есть Благодаря Такому Дару Он Будет Неимущий Будет Молиться Возносить Молитвы За Шломо За Прочность Его Царства И таким Образом Будет Такая Гармония И сверху Вниз И снизу Вверх Будет Подниматься Сверху Вниз Подобно Дождю Будет Ити Помощь Будет Ити Благодеяние А снизу Вверх Благодарственные Молитвы Яхи Доживет Ихе Он Будет Жить А Побудительная Форма Яхи Доживет Витэнло Низыгав Шва Оттуда Привозили Много Золота И чтобы Он Делился С ними Отщедрот Его Чтобы Они Сносник Образ Жизни Дальше Баадо Ради Него За Него И Явархэнгу Яварех Будет Его Благословлять В будущем Времени Возможна Была Форма Явархэгу Он Его Будет Благословлять Или Составным Нун Явархэнгу Мы Уже В этом Говорили Это Более Категорическая Такая Форма И Воистину Будет Благословлять Явархэнгу Шестнадцатый Пасук Яги Фисад Баар Баарец Берож Гарим Ир Аш Калванон Пирьо Ве Яцитсу Мэйр По Пшату Перевод Такой Речь Идет Об Урожаях Изобилий Многолюдий В городах То есть Будут Произрастать Из города Точнее Я Сейчас По-другому Это все Сейчас Изложу Значит Давайте Одно За другим Постепенно Значит Писад Баар Это Писа Это полоса Значит Бар Это отборное Зерно Значит Писад Бар Это Какой-то Участок На котором Значит Сеют Злаки И получают Зерно Оттуда Значит Яги Писад Бар Писад Баар Баарец Берож Гарим Значит Вот эти Вот участки Даже Те Которые Находятся На Неплодородных Местах На верхушке Гор На верхних Частях Гор То есть Не Те Которые Обычно Используют Для этой цели Тем не менее Пусть там Тоже Произрастает То есть Исключительное Плодородие Чудесное Чтобы Царило В дни Правления Шламо И чтобы Шумели Вот эти Самые Произрастания Плоды Вот этого Участка Чтобы Чтобы Шумели Как Кроны Ливанских Кроны Кедров Кроны Деревьев Ливанских Лисов То есть Прямо Чтобы Они Самые Колосьи Шумели И Чтобы Произрастание В городах Из города Яцитсу Мэйир Кээсэв Гааритс Чтобы Они Были Подобны По Многочисленности Траве Полевой То есть Чтобы Умножались Такая Метафора Такая Используется Здесь Чтобы Умножались Жители Земли Настолько Что Подобно Траве Полевой Жители Городов Лацитс Это Расцвести Расцвести Дать Соцветие Какое-то Отсюда Цитс Это Соцветие Соцветие Отсюда Втолите Цицит Кисти Такие Подобные Соцветия Значит Яцитсу Чтобы Они Расцветали Там Побеги Давали И вот Чтоб Множились И множились И множились И не случайно Аналогия С цицит Тоже Здесь Просматривается Это По Пшату Комментарии По Ремезу Здесь Речь идет О духовной Работе Берур Ницусот То есть Выделение Духовности Которая Скрыта В материальном Мире Значит Берур Просеивание Разбирание Разбирание Такое Выделение Берур Ницусот Значит Доля Духовной Работы Берура Пусть Будет В ведении Царя Значит Сейчас Значит Яги Писат Бар Писат Бар Это Участок Бар Намек На Берур Значит Вот Этот Участок Связанный С Духовной Работой В стране Баарец В стране На земле Пусть Он Будет В ведении Главы Гор В данном Случа Так Мы Читаем То есть Главы Мудрецов Главой Мудрецов Будет Шломо Рож Гарим Он Будет Главой Мудрецов И пусть Будет В его Ведение Дальше Значит Вашумит Подобно Ливану Плоды Ее То есть Результат Этой Работы Ее Плоды Будут Звучны Как шум Лисов Ливана Кроме Того Что Ливанон В данном Случа Ливанон Используется Как аналогия Храма Иерусалимского То есть В данном Случа Есть Какие-то Намеки И на Духовные Такие Моменты Восхождения В самых Высших Мирах Восхождение Снизу Вверх Подобно Храмовой Службе Молитве Здесь Такие Очень тонкие Каббалистические Намеки Дальше Ваяцитсумы Ирки Эсэвга Арыц Эсэвга Арыц Это души Стремящиеся К духовному Продвижению Тянущиеся Вверх Такой Образ Используется Подобно Траве Именно Не деш Это покров Просто Какой-то Слитный Покров А эсэв Каждый Индивидуально Отдельно Тянется Стебельки Наверх Эсэвга Арыц Значит Благодаря Духовной Работе Берура Духовной К теми Кто К ней Призван Под руководством Соответственно Царя Шломо Значит Благодаря Этой работе Будет приходить Благословение Земле Значит Жителям Земли В данном случае Городу Город Как обитаемое Место на Земле Имеется ввиду Там где много Жителей Как представитель Как бы Вот такого И будет питать Духовную Стремленность Ее обитателей То есть Вот это Вот все Благодаря этому Будет происходить Расцвет Такое Цветение Цветение Или Как бы Побеги пойдут Лацит В данном случае Тот же самый Образ Метафорически Только понимаемый Яцитсу Мэиркээсэфгаарец Они Поднимутся Под вот эти Побеги Наверх Подобно Травам Земли То есть В дни Шламо Это будет Особенно Сильный Какой-то Духовный Подъем Когда Подобно Тому Как Индивидуальный Человек Более-менее Такого Продвинутого Плана Духовного Плана Он стремится Наверх И Как бы Все время Чувствует Потребность Возвышения Так вот Эти духовные Потоки Вызванные Беруром Они будут Подниматься Как бы Чуть ли Как бы Сами Подобно Тому Как это Делают Человеческие Души То есть Будет Какой-то Сверх Сверх Подъем И Индивидуальный Каждого Человека В отдельности Какой-то Общий Такой Хор Духовный Такой Своеобразный Семнадцатый Пасук Да будет Его Имя Вовеки Перед Солнцем Пусть Будет Давать Порождение Имя Его И Пусть Благословятся Им Все Народы Да Поддержат Его Похвалят Его Сейчас Более Подробно Значит Игишмол Лаулам Это Понятно Лифней Шемеш Инон Шмо Значит Глагол Инон Корень Нун Означает Потомство Порождение Нин Это Потомок Мы знаем Значит Легинон От Этого Корня Значит Ланун Это Как бы Пааль Он Не Встречается А в Нефале Легинон Легинон Это Давать Порождение Значит Лифней Шемеш Инон Шмо То есть Предлецом Солнца То есть Всю историю Пусть Дает Порождение Имя Его То есть Его Династия Пусть Продолжается И чтобы Им Благословлялись Чтобы Благодаря Ему Жители Земли Получали Благословение Благодаря Духовной Работе Которую Он Возглавляет Все Народы Да Поддержат Его Ле Ашер Это Поддерживать В современном языке Ле Ашер Это Подтвердить Что-то Но Общая Идея Ле Ашер Поддержать И Е Ашруху Пусть они Поддержат Похвалят Одобрит Одобрит Его Чтобы Он Одобряем Всеми Всеми Жителями Земли 18 Пасук Барух Адуно Илогим Илога Исраэль Осэмит Лаот Левадо Благословен Всевышний Бог Всевышний Бог Израиля Делающий Чудеса Собственной Силой Своей То есть Лишь От него Идут Чудеса Источником Всех Чудес Всех Знамений Чудес На земле Является Воля Всевышнего Осэмит Лаот Левадо Именно Он Творит Чудеса 19 Пасук Уварух Шэм Квадо Лаулам Веймалех Вадо Иткол Гаарец Амен Вэ Амен И благословенно Имя Славы Его Навек И да Наполнится Слава Его Вся Земля Амен И Амен Ималэ Это глагол Внефали Дается Немла Но Значение В данном Случа Переходное Вэ Ималэ Хвадо Эткол Гаарец Наполнится Наполнит Буквально Так вот Можно сказать Наполнит Слава Его Всю Землю Амен 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 Подтверждение И 20 Послуг Последний Калут Филот Давид Бен Ишай Закончились Исчерпались Молитвы Давида Сына Ишая То есть Если это будет Это предел Того О чем Он мечтает И о чем Поет В псалмах На этом Мы закончим Рассмотрение 72 Псалма Продолжение следует